Телеграм-канал Октябрьского района Самары напоминает подписчикам, что при первых признаках мошенничества нужно прекратить разговор по телефону. Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже знакомыми, пытаясь вызвать доверие. Часто используют такие тактики, как создание чувства срочности или страха, например, сообщая о блокировке банковской карты или о необходимости немедленной уплаты В других случаях они предлагают выигрыши в конкурсах, о которых жертва даже не слышала. В борьбе с телефонным мошенничеством важна бдительность и информированность. Чем больше людей будут осведомлены о методах обмана, тем меньше шансов у мошенников на успех. Не позволяйте страху и неуверенности управлять вами. Всегда проверяйте информацию и доверяйте только тем, кого знаете. Телеграм-канал Кировского района напоминает, что грипп птиц – острая, инфекционная, особо опасная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью домашних и диких птиц различных видов. К гриппу восприимчиво все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Поэтому необходимо соблюдение владельцами и лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение, реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм. По новым тротуарным дорожкам с комфортом, пока позволяют погодные условия, во внутригородских районах Самары продолжается благоустройство дворов. В Кировском районе на улице Магистральной 135 ведутся работы по обновлению асфальтового покрытия на тротуарах. Специалисты подрядной организации выполнили все необходимые подготовительные мероприятия, установили бордюрный камень, сформировали и засыпали основание под тротуар, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Тот же телеграм-канал сообщает, что 31 октября 1970 года с главного конвейера Волжского автомобильного завода сошел десятитысячный автомобиль «Жигули». В рамках районной спартакиады среди студентов, обучающихся в среднеспециальных учебных заведениях Советского внутригородского района, состоялись соревнования по настольному теннису среди девушек и юношей. Телеграм-канал Советского района поздравляет победителей, благодарит всех за активное участие и честное соперничество. Субтитры создавал DimaTorzok